Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин и сегодня я прилетел в Москву для того, чтобы исполнить мечту своего подписчика. Ну а в исполнении мечты мне поможет мой друг Костя Павлов. Я постарался максимально подготовиться к этой встрече и выбрал самую крутую тачку, на мой взгляд. Так что Данилу будет очень-очень круто с нами. Саня, садись. Меня зовут Даня, мне 13 лет, я живу в городе Москва и учусь в 7 классе. Катаюсь на трековом самокате и изучаю японский язык. Настоящих друзей мне не так много, поэтому я очень часто смотрю YouTube. Из всех блогеров я выделяю Сашу Жучкину и Костю Павлову, потому что Костя Павлов, он очень позитивный человек. И когда я смотрю его видео, я чувствую себя так, как будто я с ним общаюсь, как будто он мой друг. А Саша Жучкин, мне нравится его видео тем, что он делает очень добрые дела и его видео прям очень трогательное. Буквально все, что я знаю о съемках, это то, что ко мне сейчас подошел оператор и все. Больше я ничего не знаю, я не знаю, куда мы поедем или где мы будем находиться. Я не знаю, что мы будем снимать и так далее. Очень необычное для меня чувство. Офигеть! Да ладно! Блин, я уже не люблю. Привет, Саша. Привет, привет, привет. Когда Костя с Сашей приехали, я очень сильно обрадовался, прям очень сильно, и эмоции никак не передать мои кому-либо. Я был очень рад и немного был испуган, потому что очень сильно волновался. У тебя есть часа два? Да, конечно, есть. Ты знаешь вообще, что мы будем сейчас делать? Нет. Мы подумали, что поедем на студию Вайлджема, где мы снимаем, собственно, все наши ролики. Покажем тебе, как это происходит. Ну, примерно там, посмотрим. Блин, вот парню 12 лет. Вот если бы мне в 12 лет вот так вот познакомили с крутыми блогерами и прокатили на крутой тачке, я бы описался. Кстати, надо проверить, может быть, он описался. Спасибо. Многие мне пишут в комментариях, что мечтают найти профессию, которая будет приносить им не только деньги, но и удовольствие. Так вот, друзья, у меня для вас хорошая новость. Со мной связались ребята из онлайн-университета Skillbox и рассказали, что весь апрель у них проходит онлайн-марафон по трем профессиям. Веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Весь апрель с ведущими практиками ты будешь осваивать востребованные профессии и сможешь выбрать то, что тебе по душе. Марафон бесплатный, но доступен только по регистрации. Поэтому, ребят, ссылочку я оставил в описании. Переходите и регистрируйтесь. Skillbox. Твое будущее начинается здесь. Мне очень понравилось исполнять мечту. Это на самом деле очень будоражит. И хочется еще и еще это делать. То есть я сейчас, например, понимаю, что достигнув некого уровня, некого социального статуса, теперь хочется еще кому-то помочь, хочется сделать кому-то приятно. Оказывается, от этого тебе тоже становится приятно. И это круто. Ты же объяснил маме, да, что ты там боишься? Да, я объяснил. А как она отреагировала вообще на это? На самом деле у меня мама достаточно прошаренная. Поэтому она знает там всякие понятия типа блогеров. Тем более я снимаюсь не первый раз. Я позвонил маме и сказал, мол, в общем, у меня появилась возможность сняться видео моего любимого блогера. Мам, напиши, пожалуйста, заявление в четверг. Заявление такое? Мне интересно, да. Я разрешаю сыну сняться видео. Что было написано? Что было заявление написано? Заявление, я, имя матери, прошу откусить моего сына в 12 часов дня, 18-го, 04-го, по причине семейных обстоятельств. А, то есть ты чуть-чуть все-таки побывал в школе? Да, я 4 урока отучился. В общем, ты сегодня успел сделать практически все. Да, я... Поучиться, прокатиться на крутой тачке, сейчас поехать в офис Wild Jam, где на самом деле снимались. Кость, ну там все топовые блогеры, наверное, снимались, да, прям? То есть Соболев, Вадим Масленников. Николай Соболь заканчивал, Никита Петряев. Да, Никита Петряев, знаешь, что такое? Да, да, да. Ну, как, Никита Петряев не знает. Футблогер. Футблогер, да. Может, лаунж-старт сделаем? Давай, попробуем. Мне потом объясните, ребят, что такое лаунж-старт. Чтобы я понимал, я просто не очень... Сейчас... Такой недавно вот из последних треков тебе вот прямо зашло. Может быть, что-то из русского, какой-нибудь хэрэп или хип-хоп. Ну, мне очень нравится Рокет. Рокет крутой, да. Баун-так, наверное, да? Баун-так. Я слушаю. Мотопон-так. Рокет-то Баун-так. Одна любовь, один стиль. Рокет-то Баун-так. Рокет-то Баун-так. Рокет-то Баун-так. От этой поездки я ожидал просто круто провести день, который мне запомнится, наверное, на всю жизнь. И мои ожидания оправдались, наверное, раз в десять. Ну, чё, Дань, мы вот приехали, собственно, уже в офис Вайлджема. Сейчас ты увидишь такое. Когда я первый раз это увидел, у меня, если честно, не говорить. Не говорить буду. Ну, короче, там такая ситуация произошла, патовая. Не-не-не, сюда вставляется хлеб, батон, и здесь он жарится. Дикольно. Типа на природу ест. Да-да-да-да, то есть встроенный тостер. В общем-то, мы, на самом деле, здесь очень много всего снимаем и вызовы здесь иногда снимаем. А я, кстати, не помню, а вызовы сейчас еще есть? Мы уже давно у нас не выходили, но если мы их и снимаем, то в основном здесь. Кстати, вот трансформатор. Да, вон, трансформатор, прям написано. Да, супер. Спасибо. Ну, на самом деле, я очень много помогаю другим блогерам. Я уверен, что для большинства зрителей, людей это вообще никак не проходит заметно. То есть, ну, большинство об этом даже не подозревают. Вот. Ну, и стараюсь помогать только в тех случаях, когда я знаю, что 100% мои деньги, средства или что-то дойдут до, так скажем, до человека, которому бы я хотел помочь. То есть, если это ребенок болеет, то я хочу, чтобы они прям дошли эти деньги до него. То есть, я это не делаю для того, чтобы, ну, знаете, там, типа, о, ну, главное, чтобы там Бог увидел ему это благотворительность и все. Нет, я делаю, я хочу, чтобы именно помогло это, чтобы до человека и дошло. О, в силу. Ты занимаешься что-то боксом? Да, я боксила. Он еще ушел туда, но я, честно сказать, боюсь предположить, зачем он туда ушел. Что, проверим? Давайте, вот прямо сейчас лайк, и я, короче, прямо сейчас открываю. Проходи. Здесь у нас креативный отдел, продакшн-отдел. Степа, креативщик. Привет. Никита Ленинсер. Здорово. Ну, я думаю, где мое инвестор самое-самое. Привет. Здорово. Самое грязное, самое наполненное всяким вещами, это ядер. Тут вот это все, либо я уже проверил, либо только собирать, проверять. Слушай, Кость, я вот это у тебя видел сто лет давно на канале. Почему это до сих пор не проверено? До сих пор не проверено. Я могу рассказать, потому что у нас пока что все не можем совместить всех проверяющих, так скажем. Как только мы их всех совместим, так, собственно говоря, и сможем проверить. Ну, собственно говоря, вот студия, она здесь выглядит как-то неряшно, но на самом деле каждый раз, когда кто-то приходит. Я думаю, что любая студия, где какой-то творческий процесс всегда происходит, постоянно какой-то творческий бардак, поэтому. А это вот лампа специально для тиктоков. Да. А что за лампа? Я не знаю. У меня есть тикток, но нет такой лампы. Ну-ка, расскажи, что это за лампа. Это профессиональная тиктокерская лампа. Да. Друзья, не забывайте писать ваши мечты в комментариях, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. Кость, лови. О, это шутка, это пранк битый. Ну ты чего, блин? Тикток новый не смотрел, что ли? Это за миллион, за сотку, да? Ну, два за миллиона. Ну, вот это за сто тысяч. А вот это за миллион, это тоже за миллион. Нечего есть, да, в офисе, как я понимаю, всегда проблемы. Нет, ну, если вот человек к собой принес, он может накушать. Если не принес, то, к сожалению. Ну, или если здесь Макс находится. Ну, это всегда. У Макса всегда такая маленькая сумочка. Соначка. Он раскрывает, и там всегда у него еда. Капаешь водой, знаешь, и там появляются суши. Это у Макса такая есть. Огромное спасибо ребятам, ну, Косте, Саше, за этот незабываемый день. Я, наверное, сегодня спать не буду. Я реально до последнего не верил, что реально у меня получится сняться в видео. И вот здесь я сейчас сижу. Я сегодня провел день с вами, и у меня появилась такая вот мотивация, знаешь, исполнять мечты людей каких-нибудь. Тоже-тоже исполнять мечты, да? Блин, круто. Это очень приятно. Может быть, ты тоже заведешь какой-нибудь канал свой, где ты будешь также исполнять какие-то мечты? Да, может, у меня уже есть. А может, у тебя есть? Нет, у меня есть. Ну, это хороший повод, чтобы создать. Во-первых, а во-вторых, с этих каналов можно же лайки ставить. Кстати, о лайках. Ставьте большой палец вверх, если вы тоже хотите. Обязательно вашу мечту исполнил Санек Удачкин. Это я, я могу вашу мечту исполнить. Главное только напишите ее, либо в комментарии, либо в инстаграм, куда угодно, если вы очень хотите. На самом деле, я понял, что не надо стесняться рассказать о своей мечте, написать ее в комментариях, например. Ведь именно вы можете просто сняться в следующем видео жизни на прокачку, какого бы ваша мечта ни была. Друзья, спасибо большое за просмотр. Если вам понравился, обязательно поставьте лайк. Ребят, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Пишите свои мечты в комментариях, и, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. Обязательно поддержите меня лайком, обязательно подпишитесь на канал, напишите свою мечту, ну и просто будьте счастливы. Спасибо.